что пацаны никогда не говорят своим девушкам верни мне мою толстовку сколько на самом деле они тратят на свое увлечение изменено лично я никогда не лгу просто не говорю конкретные цены я недавно сказал 15 проиграл игре тут и дурак ну ты долбоёб я тебе сказал нахуй а потом мне в беседу пишет ваток есть 300 рублей на каждое есть касались 500 рублей есть по-быстрому срочно наблюдаю ночью ты скажи хоть раскрытие денег просил снула именно жестикуляции просишь он просит он записывал кружок атаке я никогда не наглял я никогда не надо я досмотрел эту серию без тебя всегда засыпаю через пять минут после того как мы решили что-то посмотреть парень о котором она говорит нам не волноваться на самом деле волнует нас да мне несколько разных девушек говорили это после оказывалось что к этому моменту наши отношения можно сказать уже закончились лол по моему опыту с правильной девушкой нет такого парня который бы тебя волновал что когда я молчу в постели я дуги они я пытаюсь разгадать загадку из какой-нибудь игры или найти ответ на вопрос из телепередачи успокойся у меня есть довольно большой опыт когда я говорил это своей жене пока что статистика таково когда в ней будут какие-то изменения это платье не делает тебя толстый потому что ты и так толстая из-за того что ты толстая а платье про это чё блин как быстро сдохнуть или что нарезка делая тебя слегка фиолетовый да я считаю привлекательный ту девушку в купальнике мимо которой мы что прошли на пляже и тот факт что я считаю я привлекательный не означает что я несчастлив наших отношениях и не означает что я хочу тебе изменить ничего не понял не называйте ее упаковки кетчуп точно это придумал это действительно и как-то по-детски называете и а кровавый гонзалес моя девушка русская я спрашиваю у нее не вернулись ли в город советуем эта шутка ни разу не зашла но я так и не усвоил урок 14 лет назад выходной день я проснулся раньше тебя я смотрел серию мультсериала про бэтмена ты проснулась посреди серии взяла пульт и переключила канал смотрю я так и не рассмотрел серию до конца я до сих портлюсь этой длинной 40-минутной истории которые ты только что рассказывала мне не останавливаясь в то время как я смотрел тебе в глаза и кивал поддакивая да я отключился примерно на 5 минут какой сегодня вечером я буду смотреть сериал я жарю как сделать вид что я слушаю человек как а не но я всегда слушаю лучше послушать чем надеяться на удачу и сказать ну да моя бывшая винила в своих прыщах вакцину от ковида а у меня не хватило духу сказать ей что возможно дело в той куче мороженого которое она съедала почти каждый день кто из ее подружек по твоему мнению сексе не важно что она говорит парни это ловушка или кого из ее лучших подруг ты терпеть не можешь а я бы с легкостью на это купился ну я не собирался ничего говорить но раз уж ты спросила то стейси она просто невыносима я думаю что ты спросила меня об этом потому что ты сама прозрела и чувствуешь то же самое и на есть просто вопросы на которые ответ тот который ответ имеется в виду то есть типа но это не ответ понимаешь то есть он должен быть извне и вне диапазона ответов которые предполагается что ты ответишь вот и это правильный ответ вот так вот для ребят куда нужно побыть в отрыве от нее и это не потому что нет делала что-то не так извини на данный момент у меня нет девушки я понял да я не принесли за ну без зрения своих прошлых от на башка у тебя плохо смысле нет это неплохо с мыслями смотри вот допустим допустим спрашивают допустим спрашивают блин ну вот она неплохо выглядит смотри ты можешь сказать нет она плохо выглядит или там да неплохо да ну на надо сказать ты про кого надо сказать смысле понял ну я так типа вау игру смысле ты про кого и все тебя не ничего не будет за это долбоем ты надо сказать ты самая красивая у меня вот так на сказать что дурак а это уже потом говорится нет нихуя отношений с тех пор я стал более зрелым и знаю больше если что я ценю все ваши советы спасибо всем вниз каблуки долоб не каблука платформочка только лет назад я наконец-то смог сказать об этом своей теперь уже жене я работаю шеф-поваром я объяснил ей что в течение 12-14 часов мне постоянно приходится говорить с не менее чем двадцати пятью людьми иногда на это понятно как вы позорились гостях у друга вам рассказать вам как у меня один раз друг опозорился помнишь одного человека который ко мне зашел посрать как-то раз я лучше целый за счет скажи лучше в новый год загрустил и попросил жопу по моему нет сейчас посмотрим потом расскажу какой самый чудовищно неловкой ситуации вы сталкивались когда в детстве оставались в гостях у друзей зашел в туалет посреди ночи и увидел как мама друга бреет свою задницу электричество который был там наложил в штаны вскоре после этого появились его родители и начали кричать на него у всех на глазах этим ребёнком был я чел насрал штаны в гостях у друга мы дружим десять лет и в середине ужина семью его родители решили объявить своим детям и мне что они разводятся и их семья разделиться тот вечер мой друг почти не разговаривал и самое ужасное было то что я не мог уйти потому что моих родителей не было в городе и я жил у них папа другом тогда грустно нужен за стол и дает ему стакан не проливайку его отец спрашивает меня нужна ли мне такая же или я уверен что ничего не пролю на стол я говорю что мне не надо и тут же разливаю свой напиток по всему столу нам было как минимум по до крич я до сих пор регулярно опрокидываю напитки посреди ночи мне понадобилось сходить в туалет и в итоге я засорил унитаз я подумал что если буду дальше спускать воду то все смоется дня ванную залила водой с говном того же друга в том же туалете тоже посреди ночи водопроводная труба замерзла но мне очень нужно было в уборную в итоге я оставил большую кучу жидкого дерьма в унитазе утром весь этаж у нас навал а ты как справляешься вот за ссором брата в смысле у меня такого не бывало то есть у тебя кошачий как к кули да нет просто типа чел у меня нормальный унитаз он все смывает ну факт наверно бля а его родители отводили от меня взгляд какой за 40 говно мой друг всегда хвастался размером своего корнишона говорил что это семейное в общем он пригласил меня и еще нескольких друзей посмотреть фильмы и провести ночь посреди ночи его отец встает пописать голым его агрегат болтается у него между ног по меньшей мере на 25-30 сантиметров ему пришлось перешагнуть через нас чтобы пройти мы все попытались притвориться спящими но начали хихикать и смеяться я больше никогда не сомневался в своем друга не мама моей подруги миссис а была замечательной женщиной как-то нас они сказать ничего мне было лет семь я осталась на ночевку у них дома мы готовились косой он несколько из нас ждали в коридоре так как одна из девочек на вечность засела в уборной очень сильно хотела в туалет миссис а стояла в коридоре рядом со мной когда это случилось в общем я не смогла дотерпеть и описывалась прямо там к счастью никто кроме миссис а ничего не заметил знаете что сделала эта прекрасная женщина она вдруг закричала что-то про паука и случайно выплеснула на меня стакан соком которые по совпадению держала в руках она подняла шум чтобы отвлечь от боится история и путь казала принять девочек соседских детей остался с ночевкой у друга его родители по сути закрыли нас друзьями на ночь чтобы мы могли там переночевать и как только дверь закрылась родители моего друга устроили грандиозную ссору из-за какой-то бессмысленной ерунды поля знаешь какой видос короче мне попался в тик токе такой странный бля там меня поставили подставили меня и короче там было типа моё какое-то лицо такое недовольный или какой-то типа вот так вот сидели и подпись когда опять слышишь типа что родители делают соседней спальне понял не понял какой ты тупой блять ну короче моё грустное лицо подавленное и надпись когда родители опять делают это в соседней комнате ну ладно не буду шутить понял и там бля я увиделся в комментариях прям много таких чуваков которые пишут да там я наушники надевая у меня паника начинается я думаю нет я не буду говорить но есть такое я не буду говорить говорю это было ужасно такое ощущение что они кричали во всю глотку швыряли тарелки переворачивали мебель на в какой-то момент кажется я услышал как один из них угрожал достать пистолет и начать стрелять но хуже всего было два часа гневного примирительного занятия любовью на скрипучей кровати которая с компанией друзей на ночевке после дня рождения девочки живущей по соседству ночью когда я хотела спать девочки вели себя слишком шумно поэтому я пошла спать в комнату ее братом его не было потому что он был на ночевке у своих друзей я открыла дверь и увидела что в постели лежит их тетя ничего особенного за исключением того что она крикнула закрой дверь или я перережу тебе грёбанное горло мне было 9 когда я учился в четвертом классе у меня был друг с которым мы каждый выходные проводили вместе мы оставались у него дома и смотрели фильмы или играли в игры в этот конкретный день мы около пяти часов играли в gta темы для разговора у нас уже закончились так что мы некоторое время провели в тишине он повернулся ко мне широкой улыбкой на лице еще раз он был еще громче и дольше чем оба вместе взятые попробуй побить этот сказал я посмотрел ему в глаза и выпустил все на свободу только пердежа не было но появилась в кармане говно таскал короче приходит ко мне как-то кент но он такой каждый день с ручей и короче это было когда он было лет по 13 по 14 значит приходит он ко мне что там у меня поделали прям можно тебя посру типа он заходит туалет а знаете короче вот такие квартиры есть где в туалет есть окошко какое-то ёбаное зачем вообще непонятно абсолютно просто декор что это такое просто из кухни окно сверху блять ну короче я ничего лучше не придумал смотрите сейчас буду показывать представим что вот это вот унитаз да он вот так вот так вот сел типа даст наш там вот так сидите позрёт я поднимаюсь смотрю в окно вижу то что у него тут все голые вот это вот это ляжка его бедрышко и начинаю снимать снимаю сука начинаю привизгивать он сидит такой такой обосрался уже короче понял типа потому что я такой вот так улыбается так поднимается чуть с этой хуйни вот так с голой жопой блять лучше скажи как ты у этого друга просил жопу тебе голубь да тоже был один друг у меня на новый год что-то мы там пьяный это тот же самый если чё мы слегка пьяные были вот и я говорю блять мне сейчас не смешно может тебя поворотский рассмешить говорит да и он как берет так поворачиваться мне саракус его показывает блять волосатую было смешно но я оттуда сразу ушел короче говоря больше мне не хотелось продолжать с с ними отмечать новый год но я брюшу бри жопу стилет были давайте мы перезагрузимся типа все ничего не было больше а у тебя были кинкерой история я на неделю или около одного остался в гостях у хорошего друга я тебе уже рассказывал да тихо 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 нет 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 расскажи блять все такого вдруг ехал в машине и обосрался ну все рассказывай блять уже ну чё я еду в машине ребят дорога дорога я чувствую что у меня живот крутит а я еду с родителями сижу сзади папы короче думаю ну ладно ну чё пёрну надеюсь если не пройдет а там с этим вышали только запах завоняло на всю машину на меня папа матерился говорит что я плохой там такая гнида говорит тебе жопу высоко стой вот тут четко скажи что ты сейчас сказал что тебе болит у меня у меня болит почка чётко скажи что ты сейчас сказал что тебе болит жопу высоко высоко короче без настроения всю дорогу оставшуюся яг понял ты ему настроение тварь такая блять чтобы вы понимали ему 17 было в этот момент вы представляете нахуй он в 17 лет все равно в машине блять ну все заебался смотреть 5 минут хватит мы свои истории блять на 20 минут рассказали так я не могу вот то я не могу вот 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 Субтитры подогнал «Симон»